Бой перенесён на новую дату, Усик намочил свои глазики. Типа Тайсон должен уйти на пенсию. А вот хрен тебе. Никакой пенсии, ушлёпок. Я тебя вырублю. Да так, что искры полетят. 18 мая. С вами бомжами. Увидимся 18 мая. Удачи. Бог в помощь. У нас особенные срочные новости. Вчера мы узнали, что очень ожидаемый поединок, объединительный бой в тяжёлом весе, между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который был назначен на 17 февраля, к сожалению, был перенесён из-за рассечения, полученного на тренировке. Это рассечение над правым глазом Тайсона Фьюри. Это огромная новость, и многие хотят знать, что будет дальше. Поэтому не будем оттягивать момент и поздороваемся с нашими героями. Они находятся в Испании и в Саудовской Аравии. Сначала поздороваемся с Тайсоном Фьюри, цыганским королём. И с мистером Турки Аль Ашшейхом. Спасибо, что присоединились к нам. Также поздороваемся с эфиром из Испании. С мистером Александр Мусиком, чемпионом WBA, IBF и WBO. Он тоже присоединился к нам вместе с его менеджером, Эгисом Климосом. Большое вам спасибо за то, что присоединились. Тайсон, начнём с тебя. Можешь рассказать, когда ты получил рассечение, и что именно произошло? Вчера утром у меня был спарринг. По расписанию были 12 раундов с четырьмя разными ребятами. В пятом раунде мне прилетел локоть в глаз. Получил рассечение, поехал в госпиталь и наложил 11 швов. Все медицинские справки у меня на руках. Если хочешь увидеть глаз, то милости просим. Прямо над глазом. Аккуратно получилось. С рассечениями на спаррингах ничего не поделаешь. Дерьмо случается. У меня такого ещё не было. Но всё бывает в первый раз. У меня есть особенная камера, которая позволяет каждый день следить за тренировками Тайсона Фьюри. И это случилось. На кону стоит репутация моего имени. Если бы я не был уверен, что это случайность, рассечение-то реально большое, то меня бы не было на этом интервью. И Александр, какой была твоя реакция, когда ты об этом узнал? Моей реакцией была улыбка. Почему ты улыбнулся? Ну, я даже не знаю. Я тренировался. И после спаррингов команда сказала мне, что Тайсон Фьюри получил рассечение. Я просто улыбнулся и пошёл тренироваться дальше. Эггис, ты был расстроен и даже назвал Тайсона трусом. Мы видим, что рассечение настоящее, и что ты ошибся. Ты не мог бы сказать что-то по поводу своих вчерашних слов, сказанных журналистам? Может, когда ты хочешь получить рассечение, ты его получаешь? Он не хочет драться с Усиком. Он боится. С чего бы мне не хотеть драться за самый большой чек в жизни? Я тренировался 10 недель. Почему? Почему я не хочу драться? По той же причине, почему ты избегал его всё это время и отказался... А не Усик ли тогда отказался, а? Это он тогда отказался драться. Ты вонючая крыса, которая никогда в жизни не дралась. И ты называешь меня трусом. Крысиный ублюдок. Чтоб вы понимали суть происходящего. Я отложил посещение врачей в Нью-Йорке. Только ради того, чтобы заниматься боем Фьюри и Усика. А мне нужно было к врачам. Это моё здоровье. И если бы я считал, что Тайсон Фьюри боится выходить на бой с Усиком, то я не тратил бы своё время. Мы отложили их бой на 18 мая. И я гарантировал обоим бойцам 10 миллионов из кармана того, кто испугается выходить на бой. Если Усик испугается, то будет бой. Джошуа Тайсон. Если испугается Тайсон, то я дам Усику в соперники того, кого он попросит. И на этом обещании стоит репутация моего имени. И мы получили соглашение обоих сторон. Они это знают. Александр, тебя устраивает перенос боя? Или ты настаивал на том, чтобы подраться в феврале, но уже с другим соперником? Тебя всё устраивает? Под пистолетом. Нет, я готов боксировать за Абсолюта в любое время дня и ночи, дорогой. Тайсон, я видел твои новые фотографии. Ты в потрясающей форме. Многие даже сомневаются, что это новое фото. Не верят, что сейчас ты такой. Ты и правда в такой форме? И какой вес у тебя был, когда ты фотографировался? Я в фантастической форме. Усердно тренировался, сидел на диете и готов к рок-н-роллу. А по поводу фотографии, она новая. Я в невероятной форме. Я был на 100% уверен, что вырублю усика. Нисколько не сомневался. 100% был готов. Не хотелось бы долго вас задерживать, ведь каждый из вас испытал довольно большой стресс. Но хотелось бы услышать какие-то финальные слова для вашего соперника перед завершением интервью. Пожелайте ему, чтобы он быстрее восстановился и всё, чтобы у него всё хорошо было. Спасибо, Александр. Я это ценю. Но, Эггис, больше никогда не называй меня трусом. У меня за плечами 35 профессиональных боёв. Я боксирую 18 лет. И я 10 раз поднимался с канваса, пропустив самые тяжёлые удары в истории. И победил. Никогда в жизни не был трусом и не давал заднюю. Ты называешь меня трусом. При этом ни разу в жизни не боксировал. С чего я трус? У меня 35 боёв. И я двукратный чемпион мира в тяжёлом весе. Второй среди самых долго правящих линейных чемпионов. И это я-то трус? Увидим, кто из нас трус. 18 мая всё будет финито. Именно так для вас и будет. Вы все будете бомжами. И будете работать на меня, сдавая бутылки. Чёртовы вы мелкие ублюдки. Благослови вас Бог. Я тебя вырублю. Эггис, ты хотел бы извиниться? Или твоё мнение не изменилось? Я всё ещё думаю так. На этом всё, друзья. Выпуск переведён и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.